Последние события, которые происходят как в городе, так и в республике, они в принципе назрели давно. Это следствие, причина этих событий. Они созревали, наверное, последние 26 лет, потому что все последние 26 лет в республике было форменное бесправие основной массы населения, социально-экономический кризис. Ну и в принципе, что привело к тому, что наиболее активная часть населения, которая не смогла себя реализовать в Калмыкии, она была вынуждена уехать. Я сам уехал в поисках, наверное, возможности для достойного существования своей семьи, чтобы прокормить своего ребенка, реализовать свой потенциал. Я в 2006 году был вынужден уехать в Москву, искать там работу. Ну и последние, наверное, 13 лет моей жизни были связаны больше с жизнью за пределами. Но я очень внимательно следил и слежу за тем, что происходит у нас на родине, потому что все-таки это наша родина. Что хочу сказать. Тот протест, который возник после назначения такого непонятного персонажа, как Трапезников, он возник не на пустом месте. После назначения временно исполняющим обязанности Хасикова, основная часть населения, особенно молодежь, они поверили в то, что будут какие-то изменения, связанные с тем, что появятся возможности для реализации в части карьеры, в части бизнеса. И многие наши земляки свои надежды связывали с новым руководством. Ну, последние кадровые назначения и та невнятная политика, которая проводится со стороны руководства в лице Хасикова, она не оставляет никаких надежд и иллюзий. Люди, видя такие назначения, как вот на ключевой пост в республике, все-таки должность главы администрации города, это политическая должность, не только хозяйственная, да, видят в том, что те лозунги, которые провозглашались и не раз озвучивались как на инаугурации, так и во время предвыборной кампании, о том, что будет дана возможность для реализации тех планов и проектов, которые есть у наших земляков, и возможность для того, чтобы они возвращались домой и могли себя реализовать в плане карьеры. Ну, они расходятся с реальными делами. Поэтому тот протест, который возник, это была ответная реакция. Реакция, прежде всего, нашей молодежи на то, что происходит в реальности. А в реальности происходит крушение надежды, да, и иллюзий. Многие те, кто даже искренне голосовал, искренне поддерживал вновь избранного главу, видя такие назначения, как назначение исполняющим обязанности главы администрации Трапезникова, назначения сенатором бывшего главы Орлова, они разочаровались. Их можно понять, да, потому что был накоплен очень большой негативный шлейф, и тот шлейф негатива, он рано или поздно когда-нибудь вышел. Ну, вот он вышел именно сейчас. И протест – это реакция нашего общества. Я считаю, наше общество пытается бороться. То есть оно еще не совсем погибло, не совсем безнадежно. И считаю, что именно сейчас в Калмыкии формируется гражданское общество. Ну, лично я это воспринимаю как плевок в обществу. Потому что все 9 лет, которые у власти находился Орлов, он занимался враньем, лицемерием. Все его слова расходились с делами. Дошло до того, что он врал в лицо президенту России. Об открытии Левокумского водопровода, об открытии школы. Это была наглая циничная ложь. Я не говорю про постоянное вранье о каких-то инвестиционных проектах. Это Элистинское водохранилище. Где, честно говоря, конь не валялся еще. Это пресловутый Киченеровский мясокомбинат. То есть, вот это вранье, оно было продолжено еще со времен предыдущего главы, который тоже страдал гигантоманией. Всякие мегапроекты вроде космодрома, вроде всяких портов. То есть, население, оно устало. Оно устало слушать вот этот бред и чушь. Постоянно во что-то верить, надеяться и разочаровываться. И то, что после всего вот этого, что происходит в республике, а в республике происходит социально-экономическая катастрофа, да. Самый главный результат всех вот этих... Результат правления последних лет – это массовая эмиграция. Массовый отток населения. Республика обескровлена, да. Помимо того, что у нас есть массовый отток, массовая эмиграция, у нас происходит деградация в разных слоях общества. Вы посмотрите на молодежь. В последнее время совершаются какие-то дичайшие преступления. Я считаю, что это тоже результат той катастрофы, которая происходит. Потому что сейчас выросло поколение, которое росло без родителей. Родители были на заработках. Родители были вынуждены искать свойства к существованию. Вообще, то, что происходит в республике, и последние, наверное, три десятка лет... Я не знаю, моя реже еще в 80-х годах, она говорила как-то, я еще тогда не мог понять, что будет третий исход. То есть, первый исход, это, как я понимаю, это когда калмыкии ушли в Джунгарию, назад, с Убушханом. Второй исход, это наша ссылка в Сибирь, геноцид сибирский. И третий исход, самый коварный исход, происходит сейчас на наших глазах. То есть, нас вагоны никто не грузит. Нас никто... Нам создали такие условия в республике. Республика превращена в резервацию. Без собственных источников энергии. С некачественной водой. У нас самая высокая безработица. У нас нету... Нету условий для того, чтобы большинство... Большинство наших земляков могли достойно жить дома, да. И при таких условиях, и при таких результатах, да, которые... Ну, которых достигли прежний руководитель, в том числе и господин Орлов. Назначение его в Совет Федерации, это плевок. Плевок в наше общество. Я очень негативно это воспринимаю. В свое время я выступал резко против, когда возглавлял региональную общественную организацию калмыцкое землянчество, которое объединяло выходцев из Калмыкии, проживающих в Москве. Я выступал резко против, против кадровой политики господина Орлова. Я выступал против назначения на ключевую должность представителем, постоянным представителем республики в Калмыкии, людей вообще не связанных ни с Калмыкией, не знакомых ни с ее проблематикой, не знающих наше общество, наши беды, которым было абсолютно наплевать на нашу республику. Они решали какие-то свои задачи, никак не связанные с нашей республикой. И наше постпредство, оно превратилось в какой-то непонятный, закрытый клуб, где свои вопросы решали непонятные люди. В Москве проживает самая большая диаспора выходцев из республики. И не учитывать мнение нашей московской диаспоры, я считаю, это ошибка. Я об этом не раз говорил, говорил открыто, прямо. И, в принципе, всем многим известно было про эту мою позицию. Поэтому, после всего этого, я считаю, нахождение представителем Совета Федерации в высшем законодательном органе Федерального Собрания Российской Федерации такого персонажа, как Ирлов, это, я считаю, оскорбление. То, что связано с его назначением, там был, я думаю, это был просто конфликт интересов между между какими-то договоренностями, я не буду утверждать, я не знаю, да, и общественным мнением, да, то есть, конфликт интересов привел к тому, что была выбрана такая форма, я считаю, не самая удачная. В итоге, когда это было все озвучено, что указ был подписан 21 сентября, нам не раз рассказывали, что ведется некая борьба за какого-то кандидата, вы же понимаете, что кто-то борется за кого-то. Это все вранье оказалось. Если так будет дальше продолжено, то я не думаю, что надолго все затянется, потому что общество уже наелось этого вранья, в обществе уже созрел социальный протест, я считаю, в нашем обществе созрел необходимость, справедливость в морали, да, вот этого не хватает, да, потому что в последнее время все, что мы наблюдаем, все, что мы видим, это постоянно вранье и обман, прикрывающее откровенное воровство, прикрывающее ту разруху, которая происходит. Самая большая беда, что у нас разруха происходит в головах. Самая большая беда в нашем обществе, то, что сейчас происходит, это не то, что кто-то, кто там в чем виноват, да, кто больше, кто меньше. Самая большая беда для нас, для калмыков, считаю, это раскол. Вот на наших глазах сейчас происходит раскол, и я думаю, вот этот раскол, если его не остановить, ну, это последний этап. Нам не так много осталось до полной ассимиляции и до полного исчезновения. У нас идет на фоне деградации, на фоне уничтожения каких-то моральных устоев, да, этот раскол, он приведет к катастрофическим последствиям, потому что у нас, у калмыков, у нас страшная ситуация, мы потеряли свой язык, да, вот я лично, я не могу бегло говорить по-калмыцки, да, я считаю, ну, где-то это моя вина есть, потому что я сейчас в зрелом возрасте, я пытаюсь его изучать, хотя я до пяти лет, когда рос в Ау-Еджи, я очень хорошо говорил по-калмыцки, бегло, я рос с дедом, там говорили только на калмыцком языке, и потеря языка несет основную, основную, мы теряем менталитет, мы перестаем думать по-калмыцкому, мы перестаем себя ощущать калмыками, и это привело к тому, что сейчас мы превратились вообще непонятно в кого, да, то есть, так-то мы себя называем калмыками, а внутри у нас, у нас модель поведения совершенно не калмыцкая, то есть, мы любим гордиться подвигами наших предков, да, я называю это трясти их костями, очень часто я читаю там и посты, браваду вот эту, вот, мы айраты, мы джунгары, мы там завоевали весь мир, да, что мы из себя представляем в нынешней ситуации, да, большинство из нас, оно боится высказать свою точку зрения, большинство боится ее отстоять, да, вот мы хвастаемся своей бравадой, да, что мы такие смелые, мужественные, там, можем подраться, можем еще что-то сделать, это все воинское мужество, а гражданского мужества среди нас нет, ну вот я поэтому и считаю, что ситуация, произошедшая с назначением господина Орлова, ну это аморальная ситуация, это обман общества. Ну, сложный вопрос. Я стараюсь, ну вот лично я, как это воспринимаю, да, я стараюсь поступать так, чтобы за то, что я себя называю калмыком, моим землякам не было стыдно. Я считаю, так, да. Мне, мне оценив, да, Цирен Санжилий сказал так, калмык это не национальность, это профессия, да, то есть занимаясь общественной деятельностью, работая в Москве, делая карьеру, там, когда тебя окружает в основном не близкие, тебе там, люди, не выходцы, там, из Калмыкии, ну, приходится всегда себя за собой следить, контролировать, потому что по тебе будут судить о всех, и всегда я это помню, и всегда стараюсь в своих поступках этим руководствоваться, да, потому что, когда, допустим, даже когда возглавлял эту общественную организацию, многие были моменты, когда, допустим, та позиция, которую, лично я, может быть, отстаивал, она была связана и с кадровой политикой прежнего главы, назначением непонятных персонажей на должности постпредов, и деятельность этих постпредов, связанная там с организацией каких-то непонятных фондов, мошеннических, да, которые играли на нашей горе и беде и пытались с нашего народа собрать деньги еще за те утраченные наши буддийские ценности, которые мы утратили не по своей воле, да, считая это моральный поступок, мы выступали резко против. также всегда выступали против каких-то оскорбительных выпадов в отношении нашего народа по федеральным телеканалам, всегда старались на всех используя статус официальной организации отстоять интересы наших земляков в разных органах, там, исполнительная власть, правоохранительных органах, да, я считаю, что в этой деятельности общественной я старался руководствоваться теми принципами во всех своих поступках, чтобы мне было не стыдно. Да, где-то может быть личные интересы свои может быть в ущерб личным интересам, но я считаю, что не опозорил и не подвел. Я отдавал свою лично субъективную оценку, я не знаю, как она воспринимается, негативная или негативная, но я высказывал свое личное мнение, да. С Бату мы знакомы с 2006 или 2007 года, если мне не изменяет память, по-моему, с 2006 года. На тот момент он занимался спортом, самбо 70 на теплом стане, это было недалеко от того места, где я снимал в тот момент квартиру, приехав в Москву. В принципе, вот так и познакомились, общались до определенного момента, но потом наши дороги разошлись, пошло своей дорогой, я в принципе своей, просто у нас во-первых, была небольшая разница возраста и разные круги интересов. То, что там, допустим, каждый двигался своей дорогой, то, что было связано с его назначением, но я выскажу еще раз свое мнение, да, не относительно каких-то его, потому что когда Бату выступал как спортсмен, им всех гордились, да, то есть он защищал, прославлял Калмыкию, один из, наверное, ну, в профессиональном спорте, в профессиональном единоборствах, наверное, он достиг наиболее больших успехов, да, хороший спортсмен, это не значит хороший политик, да, или тот политик, тот лидер, который нужен Калмыкии именно сейчас, да, я считаю, что Бату не тот лидер, который нужен республике, да, не в силу каких-то личных качеств, не в силу того опыта, знаний, образования, да, которые у него есть, считаю их недостаточными. Это одно, но второе, мы вот сейчас все видим, да, то есть как проходила предвыборная кампания, как проходили выборы, это была, наверное, самая грязная предвыборная кампания на моей памяти, да, где использовались все политтехнологии, связанные как с недопуском сильных участников, были грязные технологии, связанные со сбором подписей, была грязная пиар-компания, то есть весь тот набор грязных технологий был использован, да, и мое мнение такое, когда Бату был назначен временно исполняющим обязанности, тот бэкграунд, та поддержка общества, какая у него была на тот момент, я думаю, он бы мог без таких грязных технологий, используя поддержку, как молодежной среде, так и среди жителей Калмыкии, да, используют, для того, чтобы с наименьшей грязью, потому что так, конечно, можно выбраться и стать главой, да, лидером народа так не становится, да, лидерами народа становится даже не сколько там по должности, да, те люди, у которых есть моральный авторитет, да, лидер это не тот человек, которого сегодня можно назначить и завтра снять, лидер это тот человек, у которого есть прежде всего моральный авторитет в обществе, события последних месяцев подтвердили мои слова, многие только сейчас начинают это видеть и прозревать, это одно, но и сейчас мы видим, что в той сложной социально-экономической ситуации, в которой находится республика, допустим, того набора компетенций его мало, то есть нету реальных ни программ, ни проектов, то, что озвучивается там о каких-то индивидуальных планах развития, о разработке неких стратегий, ну, это мы уже все слышали, да, много раз, это перманентное состояние, все это сводится к тому, что мы просим деньги в Москве, да, я не знаю, но это не выход, я считаю, что в данной ситуации, в нашей ситуации нужны, как он любит сам говорить, нестандартные шаги, да, то есть нужна реальная поддержка бизнеса, да, пресловутые инвестиции, нужны крупные проекты, да, в которых будет участвовать республика и которые помогут экономику республики вытащить из того кризиса, в котором она находится. ничего похожего мы не видим, и мы только видим голый популизм, постоянные селфи в инстаграм и разные обещалки по поводу там каких-то проектов, еще чего-то, я считаю, это все чушь, поэтому я думаю, та оценка, которая была мной дана, она, то, что я выразил свое мнение, я его выразил обоснованно, и сейчас оно подтверждается. То, что происходит сейчас, и то, что появилось, появились мои земляки, молодые ребята, неравнодушные, я считаю, что это и есть гражданское мужество, то есть появились пассионарии, люди, которые смогли выйти смело и открыто высказать свою позицию, свое несогласие, да, и они же эту свою позицию отстаивают, то есть то, что я сейчас наблюдаю, конечно, это лично меня, оно в первую очередь меня удивило, но сейчас радует, то, что и наше общество, оно активно это все поддерживает, и это находит отклик очень многих людей. и наше общество взорвалось, это реакция здорового общества, это реакция того общества, которое еще не окончательно деградировалось и разложилось, да, как я отношусь к участникам протеста, я считаю, эти ребята, которые впервые за много лет открыто и очень честно выступили, не согласились с данным решением власти, я считаю, что они проявили гражданское мужество, да, вот я говорил, что есть два вида мужества, это воинское, что у нас преобладает, и гражданское, чего у нас мало. Вот сейчас созрело поколение, в котором, которое не боится его показать, которое не боится свою точку зрения высказать, мало то, что высказать, они не боятся эту точку зрения отстоять. Конечно, это радует, это говорит о том, что у нас еще есть шанс, что наше общество выздоровеет, и та массовая поддержка, которая происходит, она видна и по соцсетям, ну, и такой яркий показатель, это когда для нашего маленького города, для нашей маленькой республики несколько тысяч людей выходят на митинги, это только открытая часть, допустим, айсберга, да, той поддержки общества, реально там десятки тысяч, если не сотни тысяч людей, которые поддерживают этот протест. Почему он созрел? Потому что люди посчитали себя обманутыми, люди надеются, люди потеряли надежду на справедливость, людям нужна мораль, людям надоел обман, вранье, что наплевательски относятся так вот к ихнему мнению, да, потому что много лет мы молчали, это все началось не сегодня, я помню, я сам с этим столкнулся, но я будучи еще тогда достаточно молодым человеком мне было 29 лет, 28, да, я работал в одном из территориальных подразделений одной из федеральных структур, был назначен руководитель, как называют у нас варяг, из другого региона, который пришел и не считаясь с какими-то там традициями, которые сложились в нашем коллективе, который не понимал ничего в той расстановке кадров, не понимал ничего в нашем обществе, да, мало то он наплевательски относился вообще к каким-то нашим национальным религиозным традициям, да, ну, тогда то, что я наблюдал большинство из тех моих коллег, они просто это молча, грубо говоря, заживали. Ну, я с этим где-то не соглашался, я ему это все высказывал, ну, что это привело к тому, что я оказался с чемоданом в Москве. Ну, я об этом не жалею, я считаю, что я проявил уже тогда, наверное, гражданское мужество. Поэтому то, что происходит сейчас меня радует.